Всем привет ребята, это Даня Зевс. Сушка продолжается, правда вчера наелся чуть углеводов, всяких там кураги, орехов, ну такого, понятно что там как бы жареную картошку, бутерброды, пиво, тут такое вообще как бы исключено, но чуть-чуть сорвался, но вообще как бы мы движемся вперед, думаю, что еще месяц-два нужно по-любому работать над собой, чтобы действительно пошел какой-то серьезный результат, это так в двух словах о себе, сейчас с вами Эдвард Сиздом в Америке, как вы знаете, мы в принципе продолжаем с вами делать прогнозы, пока свободное время, потихонечку смотрю демочки, придумываю тактики, потому что у нас скоро будет буткэмп, на котором мы будем жестко тренироваться и надо приехать с подготовленным материалом, но я также слежу за матчами, которые происходят, за топовыми командами и так далее, самое главное то, что для меня в данный момент происходит очень много глупых матчей, глупых ситуаций, к примеру, вот как Фнатики могут проигрывать команде Моу Спортс на карте Дэнферно, для меня это нонсенс, то есть для меня это вообще непонятно, естественно в таких ситуациях становится намного тяжелее делать прогнозы, правильные прогнозы, потому что происходит какая-то жесть, и я если честно вот недавно тоже ставил там на ТСМ против Virtus.pro на Дэмираже, ТСМ уверен, ну как не уверен, но проиграли Virtus.pro, вот он поставил еще на одну команду, но тоже я вот как бы сижу, мне это очень непонятно, я пытаюсь действительно сейчас понять вообще, кто в какой форме находится, кто вообще в топе, потому что вот такая мясорубка идет, очень много матчей, вот опять Envy Nip сегодня играет и на кого вот снова ставить или Fnatic Nip, вот вообще для меня это конечно же сложно, поэтому я уже наверное делаю ставки где-то из разряда, это что-то напоминает, на части как бы интуиция, чисто моя интуиция и бывает она в итоге это правильно складывается, бывает нет. Ладно, давайте сегодня у нас есть матч, давайте начнем делать прогнозы, сегодня у нас есть матч, я этих ребят вообще не знаю, это какая-то новая украинская команда и мы видим, что Сеня будет этот матч стримить, единственный матч, единственный стример, пока что у нас есть Сеня, Enso Landoggers, такая вот у нас игра, ну я не знаю, ребят, смотрите сами, я не буду делать ставок, я посмотрю, вот ЛГБ Envy, мы видим, что ЛГБ Envy это действительно интересный матч, но самое главное то, что здесь Best of One это Dust2 и мы знаем, что Envy играет качественно эту карту, я думаю, что надо ставить на команду Envy, ну если уже делать ставку, то по идее 60% за командой Envy, это мое мнение, здесь ничего сложного нет, Энерджи играют со своими ребятами, Этернал Конфликт, но я думаю, что все-таки есть смысл поставить на Энерджи, потому что они стабильнее показывают игру в последнее время и как-то они на виду, хотя бы эти ребята на виду. Дальше у нас есть Fnatic Nip, карта De Mirage, с одной стороны, карту Mirage не играют Nip, потому что они, ну они как бы ее в последнее время чуть-чуть тренируют, но вообще у них игровой практики намного меньше, потому как мы вот долгое время не играли Nuke, они тоже самое не играли в период времени Mirage. Фнатики карту Mirage играют стабильно, но у Фнатик это всегда была одна из таких карт, которая нестабильная, они ее частенько проигрывали, в принципе, можете вспомнить, они проигрывали и на Dreamhack Hallraisers, они проиграли эту карту, они проиграли, ну и там если перебирать, короче, они много раз проигрывали эту карту, в принципе, она у них очень нестабильная, с учетом того, что они бывало, были в топе в финалах там на этом чемпионате, но за чемпионат карту могли эту проиграть. Но при этом, но при этом, но при этом все равно у Фнатиков больше опыта, больше опыта на этой карте и на эту карту я поставлю, потому что матч сложный, ребят, НИПы могут выиграть, Фнатики могут победить, да, то есть реально 50 на 50, но соцвесив все за и против, я поставлю 50, ребят, 5 процентов на команду Фнатика. Все-таки я дам предпочтение им, исходя из того, что они больше тренировали эту карту, несмотря на то, что они больше на ней чувствуют уверенность, чем команда НИП. У НИП, почему, как бы, у НИПы будут жестко браться, и потому что у них есть тоже большой шанс на победу, потому что у них есть замена, потому что они сейчас мотивированы найти тот состав, который им подходит, они тестируют игроков, естественно, мотивация зашкаливает, они понимают, что впереди чемпионат готовится, надо браться, нужно срочно находить себе пятого и уже с ним готовиться к этому турниру, поэтому, естественно, НИПы сейчас тоже будут пытаться, как бы, максимально браться. Ну, вот я поставлю 55 процентов на команду Фнатик. Этот матч мы пропускаем, я не знаю, что это за команда. Дальше у нас Фнатик ЛГБ, карта ДКэш. В последнее время очень много командов Фнатик играет эту карту, и мы видим, что они играют ей довольно-таки неплохо, они чувствуют на ней уверенно себя, они выигрывали у самых топовых команд, я думаю, что они должны уверенно справляться с командой ЛГБ. Несмотря на то, что они проиграли Мауспорс на Инферно, это, конечно же, знаете, говорит о том, что какая-то все-таки нестабильность присутствует у ребят. Но это и Мауспорс, который, как всегда, могут выиграть у кого угодно в интернете, на любой карте, неважно. Сиз греет ручки. Кстати, вот тут камера стоит, а вот он. Но я вам хочу сказать, что Фнатики должны победить. Фнатики я поставлю 60-65% на команду Фнатик, тут все должно быть как бы четко, по идее. И вот дальше у нас идет Энви НИП. Энви НИП и карта Дэмираж. И я вам хочу признаться, что команда Энви эту карту тоже играет слабенько. Несмотря на то, что у них есть два авика, которые будут работать на карте, они играют и не очень. Но давайте, знаете, давайте как бы отталкиваться от того, конечно же, НИПы сыграют с Фнатик на карте Дэмираж. Вы посмотрите, сделайте анализ, как НИПы чувствуют на этой карте, насколько они раскованы, насколько они уверены, как они вообще, на чем они строят стратегию. И тогда уже будет отталкиваться, какую именно можно делать ставку в этом матче. Потому что Энви на самом-то деле, они индивидуальные, в первую очередь, игроки. И они круто играют индивидуально. И поэтому им не важно, в принципе, какую карту играть. Тем более, карта Дэмираж, ну, она для всех известна. Вот, здесь просто реально 50 на 50. Здесь нужно понять, как играют НИПы. Потому что вот на вскидку вот сейчас, я бы все-таки мог бы поставить на команду Энви 55%. Но если НИПы с Натиками покажут реально достойную игру, бой, может не выиграть, ну, там, да, вот мы видим. То можно тогда уже пересмотреть и реально либо на НИПов поставить, либо уже, наверное, отталкиваться от того, как вы вообще на самом-то деле, за кого вы болеете, как вы чувствуете и какая у вас интуинция. И вот, если мы, допустим, нету, да, почему, подожди, что-то неправильно написал. Вот, и мы видим, что вот ребята играли Best of 3 раз, и тут карты Мираж не было. И мы смотрим, Best of 3 2. И тут карты до Мираж не было, да, то есть, и мы знаем, что ЛДЛЦ не играли особо эту карту. И мы понимаем, что НИПы, если мы посмотрим за НИПами, да, то есть, если мы возьмем, допустим, там, как бы, напишем НИП. Да, то мы понимаем то, что мы увидим немного, но мы увидим у них, так, здесь мы вряд ли увидим. Сейчас они с кем они могли, но с Натиками они могли играть Мираж Теории. Вот, пожалуйста, они играли уже Мираж. И мы видим, что команда Фнатик 19-15 выиграли. 13-2, 13-2 за контров. Жестко ребята поработали, но это они играли с Дельбаном. Это недавно была игра. То есть, мы видим, что НИПы все-таки играют карту до Миража. Естественно, по идее, даже с Алу, ну, у них должно быть больше шансов, по идее, против команды Энви. Хотя я просто, почему-то, потому что у меня Энви сейчас, в данный момент, во-первых, они не меняют состав. Они индивидуально сильные. И чисто исходя из этого, могу поставить на них. Ладно, ребят, ну, тут как бы, смотрите, действительно, как они НИПы сыграют с Фнатиками. И отталкивайтесь от этого. Я желаю вам удачи. В этом матче на кэше, ну, я поставлю на Cloud9. Все-таки, недавно смотрел, они выиграли матч. Там процентов 60. Тоже, ребята, очень нестабильные. Не пойму, что у них в Америке происходит. Нофинг там, что, танцует и курит? Ну, очень много. Ну, вот, что-то они реально там сходят с ума. Но, надеюсь, что у ребят все-таки все получится. Потому что ребята позитивные, хорошие. Реально, с ними хорошо дружу. Ну, это был Даня Зевс. Я желаю вам удачи. Увидимся пока, ловите пятерочку, выигрывайте.